МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Остановиться"? Я поступил неправильно? Нет. Бедняжка достаточно натерпелась. Я подверг ее опасности. Вызвал подозрения врагов. Они ничего не знают. Джингис умен. Он разозлился. Они убили человека, Камиль. Им нечего было терять. Возможно, Эзель совершил ошибку. Но мэр поступил правильно. Я должен предупредить. Если она проболтается, ее не оставят в покое. Слушаю вас. Мне два килограмма яблок. Держите. Возьмите. Осторожно. Правее, правее. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Надо же. Посмотрите на Эзель Байрактар. Я через многое прошел, но не осмеливаюсь обнять маму. Планы меняются, Камиль. Приготовь все. Я не могу подвергать маму опасности. Пусть все произойдет поскорее. Если их интересует, что мне нужно, я объясню им. Они узнают. Вы когда-нибудь хотели проснуться утром и вернуть все свои несбывшиеся мечты? Я хотела. Бахар, телефон звонит. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Алло? Бахар? Это Эйшан. Эйшан. Бахар спит. Я увидела, что вы звоните. Пожалуйста, давай перейдем на ты. Я попробую. И вы... Ты тоже. Договорились. Эйшан, я прошу прощения за вчерашнее. Я ушел без предупреждения. Ну что ты это, я прошу прощения. Я позвала тетю Мелиху в неподходящее время. Нет, нет, что ты. Кажется, она твоя родня. Все же не стоило ее приводить. В последнее время я сама не своя. Принимаю поспешные решения. Это хорошее решение. Они идут от сердца. Как она? У нее все хорошо? Ее отвезли домой. Ей лучше. А ты? Ты в порядке? Эйшан. Я в порядке. Я передам Бахар, что ты звонил. Эйшан. Кто это? А, ты здесь? Кто это был? Никто. Никто. Все узнают, что вы сделали с Омером. Но я забыла. За дверью каждой мечты прячется призрак. Джан? Спасибо. Идем, сынок. Садись, поешь немного. Сестра, что вчера произошло? Что? Кто эта пожилая женщина? Все переполошились. Она мама одного старого друга. И что она здесь делает? Да. Что ей надо? Мы случайно встретились. Джан, не ешь шоколад. Опять начнется аллергия. Как хорошо. Откуда? Из нишанташей, наверное. Утром тебе звонил Эзель. А я не слышала. Я тоже не слышал. Вы оба спали. Той женщине стало плохо, но кажется, она что-то сказала Эзелю. Интересно, что? Откуда мне знать, что она могла сказать? Джан, доешь все. Всем приятного аппетита. Доешь все. Прошу вас, госпожа. Айшан, что происходит? Ничего не происходит. Я волнуюсь за тетю Мелеху. С чего это вдруг? Так получилось. Что ты от меня скрываешь? Я все узнаю. Тебе недостаточно того, что мы скрываем от всех? И я о том же. Не будем забывать об этом. Все, что мы имеем, построено на нашей тайне. Ты же помнишь об этом? Да. Как это ужасно, не так ли? Я так не думаю. Я считаю, что это самое прекрасное, что есть, потому что это связывает нас. Куда ты идешь? Я пойду искать платье для вечера. А ты? Надо кое-что провернуть. Надо подготовиться. Не будем ничего скрывать друг от друга. Хорошо, дорогая? Хорошо. Али. Есть задание для тебя. И тебе доброе утро. Сначала выслушай. В последнее время Ишан нервничает. Что-то ее беспокоит. И что сделать? Отвезти ее выпить? Нет. Приставь к ней кого-нибудь. Тихого, надежного человека. Хорошо. Хотя нет, не надо. Пусть за ней следят пара парней, чтобы Ишан не знала. Джангиз. Она привела Мелиху в тот день? Делай, что я сказал, Али. Спасибо. Так не пойдет. Здесь половина кофейной гущи. Сделайте все как следует. Что стало с этим городом за 20 лет умер? Правда? Совсем все изменились. Привычка. Мы оба не смогли избавиться от привычек. Ты отдал кольцо. Дал понять, что ты Омер. Она моя мама. Сколько ей еще страдать? Именно поэтому она должна была оставаться в неведении. И что теперь будет? Начнем играть с Джангизом. Еще рано. Рано. Джангиз жаден, но не глуп. Он не настолько тебе доверяет, чтобы стать партнером. Нет, не рано. Они воспользовались мной. Но я не позволю трогать семью. Ты ждал 12 лет. Подожди еще два месяца. Иначе жди беды. У меня теперь нет времени. Да, Камиль. Ты был прав. Он приехал? Приехал. Хорошо. Джангиз поехал к моей маме. Он будет расспрашивать ее. Что будешь делать? Поеду к ним. Племянник, ты поступаешь опрометчиво. 12 лет, дядя. Может, пришло время для спешки? Что ты скажешь, когда приедешь к ним? Ты вызовешь подозрение. Ты не можешь этого не понимать. Я на это надеюсь. Как тетя Мелиха? Я очень переживаю. Не спрашивай, Джангиз. Она весь день плакала. Боже мой. А что она сказала? Она ничего не рассказывала? Нет, она не открывала нам дверь. А потом внезапно замолчала. Открыла дверь и ушла. С тех пор она такая. Мумтаз, бей. Идем, обед готов. Иногда хочется продолжить с того места, где ты остановился. Но что-то тебя держит. Ты знаешь, кто это. Но не можешь вернуться назад. Все узнают, что вы сделали Сомэром. Не можешь оттолкнуть его. Не можешь посмотреть в это лицо. Встретимся там, где ты меня бросила. Чем больше ты бежишь, тем больше тебя засасывает в темноту. Ты не можешь противостоять этому. Держи, сынок, и ты поешь. Спасибо, тетушка. Ты давно не готовила этот суп. Тархана с кизилом. Любимый суп моего сына. Мерта? Тетя Мелиха, ты вчера напугала нас. Что произошло? Ничего. Мне не поздоровилось. Наверное, из-за погоды. Ты не приходила к нам? Я очень обрадовался, когда увидел тебя. Но что произошло потом? Почему тебе стало дурно? Ничего. Ты будто привидение увидела. Тебе что-то сказали? Кто и что мне мог сказать? Не знаю. Может быть, Эйшан? Никто ничего не говорил. А что ты сказала, Эзель? Ты держалась за него. Сказала ему что-то на ухо. Ничего не говорила. Мумтаз, поешь немного запеканки. Я еще не закончил, Мелиха. Я разговаривал с Эзель. Ты сказала ему на ухо. Он тебе сказал? Джингис, сынок, не стоит утомлять тетю Мелиху. Конечно, сказал. У нас с ним нет секретов. Он тоже удивился. Что вы сказали? Ничего. Почему ты так сказала, Эзель? Я ничего не говорила. Что это? Тетя Мелиха. Ничего. Здравствуй, дядя Мумтаз. Добро пожаловать. Я без приглашения не потревожил вас? Нет, нет, проходи, пожалуйста. Здравствуйте. Эзель? Что ты здесь делаешь? Я очень волновался за тетушку. Ей стало плохо. Я подумал, что сделал что-то не так. Нет, сынок, что ты мог сделать? Я просто волновался. Я звонил тебе, чтобы пойти вместе, но ты не ответил. И я пришел один. Не стоило беспокоиться. Да ну что вы. Наверное, нет таких хороших людей, как ты, Эзель. Да уж. Поправляйтесь, тетя Мелиха. Не знаю, нравятся ли они вам. Поставить их в вазу. Не доверяй им, мама. Не доверяй им, мама. Встретимся там, где ты меня бросила. Сегодня мы вернемся поздно. Что это такое? Что тебе не нравится? Не кричи, не кричи. Как мы с тобой договаривались? Садись, замолчи. Почему я должна молчать? Потому что должна. Ты должен мне заплатить. Я? Заткнись. Сядь и сиди. Заплати мне за все. Сиди, тебе сказал. Не говори мне ничего. Как ты мог? Как ты мог? Вот увидишь. Тебе будет хорошо. Тебе будет хорошо. Спасибо. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тебе понравилась запеканка, сынок? Большое спасибо. Очень вкусно, тетя Милиха. Это тоже любимое блюдо омера? Пусть он покоится с миром. Мой сыночек, мой лев. Мы доставили вам много хлопот. Я пойду. А ты, Джингис? Тетя Милиха говорила о вчерашнем. Вчера я растерялся. Я не понял ее. А что она сказала? Сказала, где мой сын. Какой сын? Мэрт. Я запаниковала, когда потеряла Мэрта. Это нормально среди чужих людей? Но мы же не чужие. Спасибо вам. Джингис, если ты со мной, с вашего позволения. Возьми немного этого. Вот, возьми. Осторожно. Ничего страшного. На счастье. Я уберу, уберу. Нет, нет. Ты... Ты поранишься. Дай мне. На плите чаю я принесу вам. Дядя Момтас, мы уже пойдем. А я бы выпил чашку чая. Тогда я принесу. Заодно выброшу это. А где стаканы? Я смотрю, тебе здесь понравилось. Если мягко постелят, ты готов остаться. Было бы неплохо. Очень приятные люди. Мне нравятся. Добрось. Ты сойдешь с ума через пару дней. Вот как? Почему? Ты знаешь, что такое нищета? Ее запах остается на человеке. Вот скатерть из нейлона. Возьми этот стакан. Что он тебе говорит? Он не разговаривает, Джингис. Он говорит, ты второсортный человек. Сходи в парикмахерскую, в магазин. Все в один голос скажут, что ты второсортный. Ты убежишь оттуда. Если ты продолжишь, я правда убегу. Не слишком привязывайся. Это место как грязь. Испачкаешься однажды и никогда не отмоешься. Вы говорили о работе? Нет, дядя Мумтас. Я рассказывал об этом районе. А Джингис местный. Родился и вырос здесь. Да, он говорил. Это место его зацепило. Он был еще тот негодник. Был замешан во всех неприятностях. Какие только были. Не верю. Он и Омер. Я думал, как же так? Такие разные парни. И что произошло? А что произошло? Сынок, на нас обрушилась беда. Ну, посмотри. Омер в последний раз сделал ему добро. Как? Он получил урок. Наконец-то собрался. А то ведь шел ко дну. Посмотри, чего теперь достиг. Да, ты прав, дядя Мумтас. Омер сильно обжегся, но он изменил мою жизнь. Я нашел правильный путь, глядя на него. Теперь я горжусь этим парнем. Он мне как сын. Аллах свидетель. До свидания, тетя Мелиха. До свидания, сынок. Приходите еще с Джингизом. Дядя Мумтас. Тетя Мелиха. До свидания. До свидания. Я приду. Если кто нас увидит, подумай, что мы давние друзья. Мы всего пару дней знакомы, а друг друга не на шаг. Судьба. Судьба для слепцов. А наши глаза широко раскрыты. Тогда о чем ты говоришь? Я думаю, хорошо, что ты меня нашел. Что еще сказать? Ты быстро вошел в нашу жизнь. Вечером я приду на игру. Приходи, приходи. Ты все обо мне знаешь. Где живу, чем занимаюсь. Я заметил, что я про тебя. Ничего не знаю. Обидно, правда? Что ты хочешь знать? Все, партнер. Откуда ты? Чем живешь? Например, куда ты сейчас направляешься? Есть тайные дела. Не надо так. Мы так хорошо начинали. Не будем ссориться. Столик номер один готов. Столик номер два готов. Алибей, сегодня вас не слышно. Что это такое? Неуч! Что это за фишки? Ты что, в игрушки играешь? Столик номер три готов. Вот, мой голос все такой же. Ты доволен? Да, Джингизбей. Доброе утро. Разумеется. Конечно. Что он хочет? Я должен отвезти куда-то Ишен Ханым и Бахар Ханым. Бахар? Дай ключи. Давай, давай. Побуду немного шофером маленькой госпожи. Может, настроение поднимется. Давно я здесь не был. Что сказал Джингиз? Где он? Сказал приехать на причал. Это сюрприз. Посмотрим. Посмотрите, раскрыл паруса в такую погоду. Ну, дает. Али, вы разбираетесь в мореходстве? Конечно, я капитан. Ты не знала? У меня есть разрешение. И яхта была. Я пропадал на ней неделями. Прекрасно. Я могу опять отправиться в плавание. Джингиз не будет против. Отлично. Сестра, я собираюсь отправиться в морской круиз с Али. Как тебе это? Нет, нет, это маленькая. Тесная для нас. Посмотри, это очень красивая. Да, но немного дороговато. Но яхта как девушка. Боже мой, там по меньшей мере шесть кают, два мотора. Наверняка делает 30 узлов. Мы не поплывем, а полетим. Я арендую ее для нас? Возможно. Добро пожаловать. Минутку. Развлекаетесь? Назовем это деловой поездкой. Ты ведь ничего не нашел? Ты знаешь, где его дом? Ты посмотри, как его дом декорирован. Посмотреть? Или заново его украсить? Посмотри, Али. Но сделай все сам, хорошо? Что случилось? Вы были? Не разлей вода. Потом позвони. Хорошо, шкафы в порядке. Документы в порядке? Компьютер надо оставить включенным. Сейчас. И это сделано. Будьте любезны. Проверить с той стороны. Если хотите, я поднимусь. Жди здесь. Если там кто-то есть, я позвоню. Почистишь все после меня. Компьютер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты все еще сердита на меня? Даже олимпийский огонь гаснет, а твоя злость нет, Эйшан. Ты странный, Джингис. Все всегда должно быть связано с тобой. Ты говорила, у нас нет секретов. Мы станем правильными, ты и я. Да. Я от тебя ничего не скрываю. Хорошо. Вчера утром я ходила на могилу Омара. Там ты встретила его мать. А зачем? Зачем? Зачем ты ворошишь прошлое? Потому что я часто сталкиваюсь с прошлым, а ты нет? Я этого не допускаю. Не думаю об этом. А я не могу этого сделать. Почему? Потому что каждый раз, когда я смотрю на тебя, вижу, что мы сделали с Омаром. Джингис. Остался только я. В конце концов, ты отдалишь и меня. Ты станешь другой? Нет, не станешь. Я не верю. Как это называют итальянцы? Дольче Вита? Мы тоже читаем подобные вещи, Бахар. На бутылке написано. За хорошую жизнь. За жизнь нашей мечты. А о какой жизни ты мечтаешь? Мы ничего не знаем о его жизни. Не говоря уже о мечтах. Спрашивайте. Я расскажу. Али заходит в дом. Уходи оттуда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Боишься оставаться один? Нет, наркоманы подняли шум. Приехала полиция. Надо уходить, Алибей. Срочно. Если хотите знать правду, я в своей жизни ни дня не проработал как следует. За это надо выпить. Брат Джингис. Хорошо. А твоя семья, твои родители живы? Нет. Я потерял их обоих в аварии. Мои соболезнования. Извините. Что ты нашел? Я за компьютером. У меня мало времени. Я в этом не разбираюсь. Что там? Сделай снимки. Я открыл папку. В ней много информации. Он делал записи. О чем? Надо же. Какая у тебя заветная мечта? Хотите знать правду? Не лги нам. Что там, Али? Планы отелей. Моя самая заветная мечта вот эта. Я построю там отель. Устал от расточительства. Я затеял строительство самого большого отеля в этом городе. Там я создам райский уголок. Вот это и есть моя мечта. Он пришел, посмотрел и ушел. Субтитры создавал DimaTorzok. Значит, это твоя мечта? Красивое место. Это будет самый красивый отель в Стамбуле, если правильно построить. Как-нибудь я покажу чертежи? Скажешь свое мнение? Ты никому не рассказываешь? О чем? О том, что тебя гложет. Здесь нечего рассказывать. Всегда есть, что рассказать. Если есть кому рассказать. Ты нашел кому? Я стал слишком скептичным. Даже если найду, не сразу в это поверю. Идем. Я знаю, что тебя отвлечет. Тяжелый день. Идем. Вот этой штукой управляют катером. Вот так прямо, так направо. Попробуй. Нет, я так нас утоплю. Ничего страшного. Женщине нужно мужество. Попробуй. Дженгиз, сестра тебе ничего не говорила? О чем? Не знаю. Она холодна со мной. Интересно, это из-за изель? Сейчас она не выглядит холодной. Вот это для управления мотором. Хорошо. Как она быстро ходит? Ты управляешь лучше меня. Чепуха. Ну как? Ты не чувствуешь себя лучше? Чувствую. Развлекайтесь. Вы забыли обо мне. Бахар, смотри, я управляю судном. Мы заметили, сестра. Кстати, должна сообщить тебе. Дженгиз упал за борт. Капитан. Оставляю вас наедине с вашим кораблем. Я должен уделить внимание этой прекрасной даме. Не оставляй меня. В какую сторону плыть? Я не знаю. Это решать тебе. Бог помощи. Это я, мамочка, я. У меня для тебя новость, мама. Редактор принял мои рукописи. Молодец, сынок. Поздравляю. Тогда опубликуют. Сначала надо подготовиться. Посмотрим, понравится ли. Погоди. Я позвоню ему. Он с самого начала много помогал. Пусть порадуется. Постой. Собираешься звонить Дженгизу? Да. А что? Не звони, Мэрт. Держись подальше от Дженгиза. Мама, ты опять за свое. Ты не доверяешь Дженгизу, но... Послушай меня, Мэрт. Я твоя мать. Я прошу только об одном. Хорошо. Я не буду звонить. Хорошо. Постой. Дай хоть что-то сделать без тебя. Ну вот. Снова не смог без вас. Поздравляю вас, Эзельбей. По какому поводу? По всем поводам. У вас очень красивая яхта. И мечта у вас прекрасная. Поздравляю. Даже завидно. Увидимся. Увидимся. Спасибо за сегодняшний урок. Ну что вы. Мне было приятно. Эйшан. У тебя есть мой телефон? Нет. Было бы хорошо. Буду беспокоить, если буду волноваться, Абахар. Звони в любое время. Может, когда-нибудь посидим за чашкой кофе. Пойдем, дорогая. Ты не задержишься ненадолго? Не знаю. Зачем? Сегодня я не смог впечатлить тебя. Да. День был не очень хороший. Ты дашь мне еще один шанс? Сестра, что скажешь? Он заслуживает еще один шанс? Я считаю, все заслуживают еще один шанс. Я подумаю. Ну, это всё. Ну, это нравится. Омер? Ты заслуживаешь еще один шанс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я распечатал О боже мой Что это? Ты знаешь каким состоянием сейчас владеет этот человек? Ну и что? Мы тоже богаты Нет, Али Я говорю не о какой-то ерунде Где это? Это конец третьего моста Ты понимаешь, что значит получить здесь землю? Посмотри на это Посмотри на чертежи Вытри рот Слюни текут Али Мы начинаем работать с этим человеком Не своди меня с ума, Джингис Не одно так другое Я хочу покончить с ним А ты хочешь стать его партнером Послушай, что я скажу Он не знает трудностей Он умен Мы это знаем Мы начинаем с ним работать А закончим Без него Без него Что ты мелешь? Тебе не хватило Омэра, Али? Ты хочешь перешагнуть через Зазель? Этот человек не такой, как Омэр Вы не отделаетесь, всучив ему пистолет Подожди, какой пистолет? Ты много выпил Я просто делюсь мыслями Тогда говори не виляя Для начала узнаем этого типа Очень интересно Я ничего не могу понять Сначала надо узнать его Да, Али Что? Что еще? Что? Если ты уходишь Открой дверь Бахар пришла А, Али? Все в порядке? Да, все в порядке Я собирался уходить До свидания Доброй ночи Не поцелуешь? Доброй ночи Али Я и тебя хотел пригласить на яхту Подумал, ты человек суши Тебе будет непривычно в море Не страшно Я был занят Нужно было общипать одного гуся Общипал? Это моя работа Проблем не возникло? Он ничего не знает Глупец Доброй ночи Доброй ночи Доброй ночи Джангиз, ты сегодня спрашивал у меня Смотри, я кажется обгорел Сегодня я получила письмо У него отличная яхта Может и нам купить одну? Как знаешь Будете рыбачить, Сали Выключи свет Ты что-то говорила? Эйшан Очень красивое место для отеля, не так ли? Да Ты всегда хотела иметь такой отель Я всегда хотела, чтобы ты покончил с азартными играми И это тоже Скажи правду Он будто забрал твои мечты Да Нам пора спать Эйшан Я очень люблю тебя И я сделаю ради тебя все Ты ведь это знаешь? Знаю, Джангиз, знаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Она уснула на веранде за столом Сделай первый шаг Остальное придет Не это меня пугает Не это Я боюсь, что не смогу вернуться Если я один раз обниму маму Я не смогу вернуться назад Боюсь, что я не вернусь Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Конец Субтитры Алексею Дубровскому Не ответишь? Джангиз Что ты делаешь вечером? Есть одно дело Ты справишься один? Или тебе некому помочь? Ты же знаешь, я работаю один Да, да, да Хочешь вечером прийти на игру? Что за игра? Без вмешательства Ты и я Реванш Увидимся вечером Что случилось? Они проглотили наживку Они на крючке Молодец, Шевнем Ты хорошо поработала Начальник, я чуть не попалась Попалась? Ты молодец, Шевнем Хорошая работа Камиль Дядя не звонил? Ну что ж Раз они хотят видеть Эзель Дадим им Эзель Элиф Почему Джанг еще не пришел? Развозка иногда опаздывает Элиф Позвони в школу Как Джан? Сколько ему сейчас? Ему столько же, во сколько я забрал тебя? Джан? Элиф Принеси сумку О Всевышний Пусть все будет хорошо Боже, не может быть, а Скорее, Элиф Джан Мама? Джан? Мой сынок, где ты был? Мама, мы играли после уроков Меня подвез отец, друга Ты сердишься? Не сержусь Не сержусь, родной Элиф Элиф Переодень Джана Мам, ты куда? Надо сходить кое-куда Скоро вернусь Я схожу за машиной Эзель Ты бросаешься в огонь, племянник В огонь Ты в ответе Не только за свою жизнь Мы доверили тебе Свои жизни Я принял решение, дядя Если ты хочешь остаться в стороне Тебе лучше знать Довольно Не рисуйся передо мной Я не собираюсь с тобой в слова играть Я называю тебя племянником Но ты мой сын Сын Спасибо Но я сам справлюсь Ты так думаешь Но не справишься, племянник Они уже заподозрили тебя Ты воспользовался их сомнением Поступил умно Но нужно больше Чтобы они забыли о своих сомнениях Мало того, что ты успешен Надо испортить им удовольствие Как? Мы хотим, чтобы они начали работать с тобой Тогда придется немного остудить их пыл в их бизнесе Дядя, как? Ты поспешил, племянник Привлек к себе много внимания Ты не дождался, пока все не уляжется Теперь придется применить к ним грубую силу Понимаешь? Ты постоянно говорил Никакого оружия Не вмешивайся в это Пусть это будет моим пременем Дядя Ладно, племянник На сегодня достаточно Ах, да Держи Чуть не забыл отдать тебе часы Они отставали, я исправил Будь внимателен Проверь часы в полночь еще раз Хорошо, сынок? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, я спрашиваю Откуда все это? На самом деле Ты тратишь деньги направо-налево Это твои деньги? Мои, твои Тех, у кого я их выиграл То есть никто другой не выскочит из кустов Я выскочу Я спрашиваю Если сегодня ты найдешь самую большую игру Ты поставишь все ради выигрыша? Даже душу поставлю на кону Сегодня рядом с тобой нет удачи Ты прав Кто здесь готов принести мне удачу? Будете моим ангелом удачи сегодня? Могу попробовать Может, я принесу вам удачу? Хорошо, выведем вас на тестовый заезд Я спрашиваю У кого ты учился играть? Ты у кого-то учился? У кого? У отца Отец научил Музыка 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 Здравствуй, папа Маленькая бабочка Пришла навестить отца Я спрашиваю Ты когда-либо проигрывал намеренно? Да А ты выигрывал, не заслуживая того? Выигрывал ли? Вернее сказать, заслужил партнер Я спрашиваю Зачем ты прибыл на Кипр? Приехал поиграть Разве плохо? Зато мы познакомились Мы там познакомились? Или ты уже знал нас до этого? Я видел ваши снимки А ты знал меня раньше? Зачем ты вчера пришел к тете Мелихе? Я волновался Волновался Но не о тете Мелихе А о нас Как ты мог, папа? Как ты мог угрожать мне? О, мэром Моим сыном Джаном Ты бы пришла, будь все иначе? Скажи правду Ты бы пришла к своему отцу? Пришла бы Я подумал, это мой последний шанс Это мир действий и находок Я действовал и нашел Хотел увидеть в последний раз Была только ты одна, Ишан Только ты одна Остальное было выдумкой Была только ты Что ты сделал с собой, папа? Что ты сделал с нами? Посмотри на нас Я тогда отправился в дорогу Думал, что смогу перевернуть весь мир, Ишан Но получилось наоборот Мир перевернул мою душу Быть королем на маленьком озере Не похоже на плавание в большом море Я потонул, дочка Твой отец, который справлялся со всем Был повержен Я проиграл Дочка Это все? Ради этого я прожила столько лет без отца? Как я ждала тебя, будучи еще маленькой? Днями Без денег Одна В бедности В итоге ты возвращался Ты был моим героем Я все еще явлюсь Дай мне шанс Один шанс Один Ты убил моего отца Это стоило того? Скажи, оно стоило того? Стоило? Стоило? Дай мне последний шанс, дочка Я изменюсь Ты же знаешь меня Я не глупый Я смогу научиться Дай мне шанс Папа! Дай мне последний шанс, Ишан Ну посмотри на меня Я одной ногой в могиле Давай снова будем как отец и дочь Как раньше Ты и я Отец и дочь Хватит! Хватит! Хотя бы раз скажи правду Хотя бы один раз не притворяйся Не лги А я дам тебе шанс Дочка Моя Ишан Ты дашь мне шанс? Да Хотя бы раз посмотри мне в глаза И скажи правду Ты изменился? Изменишься? Конечно изменюсь, Ишан Я все сделаю ради тебя Я не смогу измениться Я не изменюсь Это я Вот это Это Твой отец Во мне сидит что-то такое И нашептывает мне такие вещи Если бы ты слышала Ты ушла не оглядываясь Если ты заберешь меня к себе Я не изменюсь Ишан Я не смогу Но я Твой отец Спасибо, папочка Ишан Ишан Не смей больше искать меня Я погублю нас обоих, если понадобится Больше не приходи ко мне На этом игра закончилась Но Ишан, ты сказала Я солгала Я ведь дочь своего отца Я не могу я разгадал тебя я вчера размышлял всю ночь но смог тебя разгадать очень интересно расскажи ты приехал на кипр не для того чтобы играть а зачем ты приехал к нам приехал узнать что-то о нас зачем мне это потому что я бы сделал так мне было бы любопытно я бы покопался в грязном белье никто даже не заметил бы потом чтобы ты сделал потом потом я бы прекратил действовать что на самом деле хочет от нас эзель байрактар али ты знаешь помощи он хочет построить отель в самом красивом месте стамбула он очень увлечен но он один не справится он ничего не понимает в отельном бизнесе он разбирается в людях поэтому он исследует нас думает сможем ли мы ему помочь я прав ты прав ну и что получилось мы годимся на это шамнем шамнем и и и и Иногда, чтобы выжить, ты должен убивать. Иногда, чтобы выжить, ты должен убить свою любовь, пока она не погубила тебя. Алло, сестра? Я волновалась. Ты в порядке? Где ты? Все хорошо, я скоро приду. Джон в порядке? Да, я его уложила. Скорее возвращайся, посплетничаем. Хорошо, дорогая. Бахар, слушай, сестра. Хотела сказать, что я люблю тебя. И я тебя. Присядь здесь. Ты узнал, кто это сделал? Это были с Улью, они не получили урок? Нет, мы с ними покончили, я узнаю. Я с них спрошу. Сначала мы отправим тебя в безопасное место на ночь. Поехали. Эта работа удручает. Пошли машину к дому. Пусть охраняют дом. Проверь остальные наши места. Понял? Господин Хасан, господину Джингизу нужна комната на эту ночь. Наш бизнес не похож на прогулку на катере. Вы уже привыкли. Это нормально на этом пути. Я звонил Хасану. Он приготовил номер в отеле. Нет. Я знаю место получше. Там нас никто не найдет. Идем. Мы еще не закончили. Покончим с этим. Вы, наверное, не часто попадаете под пули. Испугались? Камиль. Отвези Шабнем домой. Пусть это остается у меня. Закончишь раньше времени. Наш человек. Проверьте, все ли на месте. Я с вас спрошу. Алибей. Да, так ты можешь долго прожить. Если, конечно, я не придушу тебя. Алибей, у нас много дел. Говори быстрее. Я проследил за Ишан Ханым. И? Она зашла в одно место. Не мямли, у меня уйма дел. Говори по существу. Она встречалась с одним человеком. Ответь мне. Ты видел человека на снимке? Слышал его? Ты его знаешь? Кто это? Присматривай тут за всем. Куда? Сначала дай адрес. КОНЕЦ Это надежное место? Это место для меня когда-то было самым надежным на свете. Конечно, тогда у меня в кармане не было ни гроша. Мы этим играли. КОНЕЦ Я ведь правильно угадал в казино? Ты узнавал про нас. А вы узнавали про меня? Что мне узнавать? Я спрашиваю, ты отвечаешь. Ну? У тебя остались еще вопросы? Скажи, насчет нас. Что-то интересует? Эйшан, моя бабочка. Ты пришла, моя маленькая... Я тоже очень скучал по тебе, отец. Братец. А ты не изменился. Все такой же молодой. Как всегда. Эйшан сказала, что я здесь, да? В чем сегодня? Это она проболталась? Не надо. Не надо, умоляю тебя. Не надо. Я не стою того, чтобы убивать меня. Я конченый человек. Что тебе даст моя смерть? Скажу, когда убью. Не надо. Не становись убийцей. Не становись убийцей из-за меня. Об этом надо было думать раньше. Ты сделал меня убийцей. Не надо. Я умоляю тебя. Почему нет? Чтобы ты шантажировал нас? Чтобы ты еще раз испачкал жизнь невинной девушки? Да? Ты говоришь об Эйшан, но она... Какая Эйшан? Она сама о себе позаботится. Я говорю об Ахар. Об Ахар. Бахар? Что ты ей скажешь? Что ты скажешь, Бахар? Скажешь, что ты убил ее отца? Нет. Не поступай так с Бахар, Али. Забудь о нас. Подумай о ней. Я больше не вернусь. Клянусь, я исчезну. Не оставляй больше никого сиротой, Али. Вы все переехали отсюда, не так ли? Али, ты, Эйшан? Ага. Они забыли это место. А почему ты все еще приходишь сюда? Это никак не связано с делом. Ты спросил, какие у меня вопросы? Я спрашиваю. Знаешь, что я должен сделать, чтобы ответить на этот вопрос? Я должен буду рассказать тебе об Амере. Рассказывай. Омер. Омер был моим лучшим другом. Омер. Я выиграл. Ну, надо же. Как ты заметил, ястреб? Возможно, я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Невозможно. Никто не может раскусить меня. Омер. Омер знал тебя? Омер. Он думал, что знает меня лучше всех. Сказать тебе кое-что? Омер был другим. Он был... слишком хорош для этого мира. Омер. Ты бы не хотел, чтобы он сейчас был рядом? Ох. Было бы просто замечательно. Было бы хорошо. Но нет. Он бы здесь не был. Почему? Как говорится, плохая судьба. Никто не смог остановить ту беду, которая его постигла. И ты не смог бы остановить? Я. Возможно, я бы смог. Как? Я бы сказал, Омер. Омер. Уходи отсюда. Уходи отсюда. Бросай все. Бросай семью. Бросай невесту. Но прежде всех брось меня. Меня. Уходи скорее, брат. Это место отравлено, брат. Ни на минуту не оставайся здесь. Брат, уходи отсюда. Счастливого тебе пути. Может быть, однажды наши пути пересекутся. Может быть. Но сейчас уходи, Омер. Уходи. Я бы сказал ему так. Так бы ему и сказал. Омер. Он ушел? Убежал? Спас себя? Убежал? Убежал? Спасся? Хорошо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Нет, Эйшан. Надеюсь, я не побеспокоила. Нет, я не занят. Что случилось? Ничего. Просто не знала, кому позвонить. Ты говорил про кофе. И если ты не занят, то... Сейчас неподходящее время. Извини. Извини, что побеспокоила. Эйшан, не клади трубку. У тебя странный голос. Что-то случилось? Очень заметно. Я заметил. Да. У тебя есть такая плохая черта. Ты на улице? Я слышу звуки. Ты все понимаешь, все знаешь. В твоей голове столько хитрости. Тогда расскажи сама. Хорошо, расскажу. Сегодня я видела того, кого не хотела видеть. Того, кого не любишь? Люблю. Так было раньше. В этом и проблема. С тобой такое бывает? Что бывает? Встречаюсь ли я с прошлым? Да. Как будто никто больше меня не видит. Будто, чтобы я не говорила, никто меня не слышит. Иногда я чувствую себя призраком. Да. Со мной так же. Я хочу чего-то нового от жизни. Хочу, чтобы что-то произошло. Например? Не знаю. Пусть что-нибудь произойдет. Я хочу смеяться. Эзель, я забыла, как смеяться. Можешь поверить. Мне не с кем поговорить. Поговори со мной. Можно. Я устала от одиночества. Это мы можем исправить. Как? Встань с того места, где сидишь. Вставай, вставай. Начинай идти вверх. Давай. Потом садись на такси и сделай то, чего я никогда не смогу сделать. Езжай прямиком домой. Крепко обними сына. Обними его крепко-крепко. Так, как будто никогда не отпустишь. Слышишь? Хорошо? Хорошо. Эзель? Да. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, мы уснули. Я говорил глупости ночью? Не говорил всякую ерунду? Все вокруг утихло. В этом минус нашей работы. Один день ты король, другой день бродяга. Может, пришло время поменять работу? Я вчера спрашивал тебя, пригодитесь ли вы мне? Пригодитесь. Партнер. Тогда и мы согласны? Партнер. Мы будем вершить большие дела. Но погоди. Кому мы посвятим наше партнерство? Кому? Тем, кто бросился вниз, чтобы мы смогли подняться. Людям с тяжелой судьбой. Тем, кто потерял. Как бы мы выиграли без них? С этих пор никаких тайн. Ты не смотри, что мы ссоримся. Но Али, Эйшан и я, мы такие, мы очень близки. Теперь и ты принят в семью. Ты один из нас. Не так ли? Конечно. Конечно. Вы когда-нибудь просыпались утром и чувствовали, что вы приблизились к мечте. Я чувствовала. Еще не готова. Я проголодался. Вкусно пахнет. Я не могла проснуться. Ты приготовил завтрак, Джингис? Да, да. Вкусная яичница с колбасой. Хочешь? Я хочу. Погоди, малец. Садись, садись, садись. Так. Налегай. Али? Джингис не пришел ночевать. Скоро придет, наверное. Пойдем выйдем. Что происходит? Почему улыбаешься? Что бы вы делали без меня, а? О чем ты говоришь, Али? Дорогая. Ты можешь всех обмануть, но только не меня. Не волнуйся. Джингис не знает. Не знает чего? Того, что ты проворачиваешь за его спиной. Али, я иду в дом. А ты приди в себя. Когда придет Джингис... Что будет, когда придет Джингис? Я должен бояться Джингиса? Что ты еще задумала? Кому ты роешь яму? Я вчера навещал твоего отца. После тебя. Что ты сделал? Думаешь, ты одна такая умная? Что вы двое опять задумали? Мы ничего не задумали. Я увидела его впервые за многие годы. Да что ты. Не лги мне. Али, у меня больше нет отца. Если хочешь, иди и скажи это Джингису. Для меня отец умер. Вот как. Тогда хорошо. Никаких проблем. Что это значит? Я это дело уладил. Теперь твой отец не будет проблемой. Как ты уладил? Какая разница, дорогая? Ты же сказала, он для тебя умер. Что ты сделал? Али, что ты сделал? Все как обычно. То, что сделали бы вы, будь у вас мужество. Али! Субтитры сделал DimaTorzok Если однажды вы возжелаете до смерти то, чего не сможете получить, если много раз вы обнимали во сне отца, которого никогда не имели. Папа? Папа! Если однажды вы покинули свой дом и никогда больше не возвращались туда, если когда-то вы любили до смерти то, что вас убивает, то вы знаете, от чего вам придется отказаться, чтобы еще раз обнять. Папа! 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 Сынок! Сынок! Мама! Мамочка! если вы настолько любили кого-то никогда не забывайте как вашим прикосновением папа вы сможете вернуть к жизни призрака эйшан ты вернулась ты снова вернулась к отцу эйшан душа моя сынок мой омэр наконец-то ты вернулся я вернулся мама я не виновен мама я ничего не делал ничего не делал мама я не совершал преступления